Сегодня я хотела бы сказать несколько слов о Сирии, но не в контексте оценки ситуации. Мы даем регулярно, в том числе и министр иностранных дел России Сергей Лавров делит своими оценками текущей обстановки. Я хотела бы сказать о том, о чем мы, кстати говоря, не говорили достаточно давно, о белых касках. Обычно мы пытались донести до мирового сообщества то, что это никакие не гуманитарщики, это никакие не правительственные организации, которые пытаются помочь людям, а что это просто лжеистория, настоящий обман, фейк, дезинформация, которая давно перешла за грань правовых рамок и занимается абсолютно беззаконием. Но сегодня я скажу о том, что подобные оценки нашли отражение, как это не покажется странным, в средствах массовой информации западных государств. Хотя в течение долгого времени именно западные СМИ упорно навязывали ангажированные и исключительно позитивно очерченные оценки деятельности псевдокументарной организации белой каски в Сирии. Ее сотрудникам приписывали амплуа неких таких беспристрастных героев-спасателей, которые рискуют собой ради жизни мирного населения, которое стало, как они писали, жертвой режима Асада и его союзников. В целом, если говорить глобально, конечно, эта линия не претерпела изменений. Западные спонсоры до сих пор не отказались от поддержки белокасок и связанных, аффилированных с этой организацией структур. Со своей стороны, как вы знаете, мы не раз отмечали, что за демонстративно благочестивым фасадом гуманитарного бренда скрывается настоящее мародерство, рэкет, грабежи, целенаправленная дезинформация, инсценировки химатак, авиа, артиллерийских ударов и просто прямое пособничество терроризму. Похоже, теперь все это заинтересовало журналистов, которые решили заглянуть поглубже и посмотреть не только на парадную сторону пропаганды, которую западное сообщество навязывало на протяжении многих лет. Привели собственное расследование. Соответственно, вышла на днях в одной из ведущих голландских газет «Фолкс Крант» статья о финансовых махинациях основателя белокасок, бывшего главы НПО, Мэй Дэй Рескю Джеймса Ле Мизюрье. Напомню, он умер 11 ноября 2019 года в городе Стамбул. Жил он, судя по материалам издания, на широкую ногу с такой неплохой зарплатой для гуманитарщика 24 тысячи евро. И в апартаментах, которые, оказывается, были в виде шикарной виллы в Стамбуле, роскошной квартиры в Амстердаме, стоимостью более полутора миллионов евро. Ну, еще раз говорю, обычно благотворители, которые помогают людям и которые сами получают деньги из разных структур, они обычно так и делают. Много было сказочного в его жизни, шикарного, которое не укладывается вообще в понимание о деятельности, заявленной деятельности и Мэй Дэй Рескю, и Белых Касок. Проведенное газетой журналистское расследование показало, что Лемерзье не отличался особой щепетильностью в финансовых вопросах. Например, выяснилось, что летом 2018 года он попался на попытки хищения 50 тысяч евро в ходе эвакуации белокасочников в Иорданию. Впрочем, у голландских контролеров и без того к деятельности британца длинный список вопросов. Например, неоправданно высокие зарплаты и широкие привилегии руководства НПО Мэй Дэй Рескю, отсутствие необходимой финансовой прозрачности, конфликт интересов, уклонение от уплаты налогов в Нидерландах. Все это еще раз подтверждает, что руководство Белых Касок, то есть это такой взгляд со стороны, это не только вопрос в том, чем занимались белокасочники, а те материалы, та информация, которая позволила посмотреть на внутреннюю кухню жизнедеятельности не рядовых сотрудников этой псевдокументарной структуры, а ее руководства. Так вот, все это еще раз подтверждает, что руководство Белых Касок, просто беззастенчиво залезая в карман налогоплательщику спонсирующих стран, стояло во главу угла, прежде всего, корыстные и в том числе криминальные интересы заказчиков и организаторов этого проекта в действительности никогда не беспокоили чаяния мирных сирийцев, именно ими они прикрывались. Конечно, им было все равно, что там происходит в Сирии, стабильная или нестабильная ситуация. Неудивительно, что их подчиненные, освоив бизнес на крови, прямо сотрудничали с террористами, содействовали их преступлениям и так далее. Трудно представить, что после громкого журналистского расследования данного издания среди западных пропагандистов найдутся такие, кто будет по-прежнему стремиться очистить запятненавших свою репутацию псевдогуманитарщиков. Если вы хотите представить их благодетелями, я хочу сказать, что их каски давно уже не белого цвета. И целый блок, связанный с Соединенными Штатами Америки, не потому что это нам очень интересно, а потому что Соединенные Штаты Америки никак не оставят нашу страну. И вот этот русофобский тренд в качестве некой несработавшей карты, они все время к этому возвращаются. Мы обратили внимание на выделение по линии Государственного департамента США журналистам, а также образовательным учреждениям НПО, африканских стран грантов по противодействию якобы имеющей место российской пропаганде в информационном пространстве. Это просто, конечно, иезуитский подход. Так вот, под предлогом усиления прозрачности государственных институтов и повышения устойчивости судебной системы на Африканском континенте осуществляется финансированная деятельность по поиску руки Кремля в духе настоящей такой классической охоты на ведьм. Вот, правда, по-моему, не лучший момент для Соединенных Штатов Америки, чтобы наводить порядок на Африканском континенте. Лучше все-таки начать с себя. Есть чем заняться. Но не можем это не прокомментировать, потому что действительно видим в этом стремление Вашингтона просто купировать позитивный общественно-политический фон в отношении нашей страны и региона, ставший особенно очевидным по итогам Сочинского саммита России-Африка в октябре 2019 года. Такое впечатление, что Соединенные Штаты Америки сознательно подпитывают антироссийские публикации в ряде африканских СМИ и пытаются выставить нашу страну некой дестабилизирующей силой. Мы уверены, что такие способы и недобросовестной конкуренции, и, в общем-то, настоящей дезинформации являются показателем полного отсутствия фактического подтверждения так называемой российской политики пропаганды, дезинформации, следствием слабости американских подходов в публичной дипломатии. А выделение грантов вписывается в усилие Белого дома по продвижению тезиса о безальтернативности западных установок в вопросах государственного управления и навязыванию суверенным государствам чуждых им ценностей. Мы считаем это очередным проявлением неоколониализма, более, конечно, завуалированного, такой, знаете, элемент скрытого закрепления неравноправия в общей системе международных связей. С учетом отмечаемого в декабре 60-летия принятия декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, мы призываем наших американских коллег следовать духу этого важнейшего в истории документа и окончательно отказаться от такого, в общем-то, менторского отношения к развивающимся странам. Но на этом мы, к сожалению, тему Соединенных Штатов и их бесконечных нападок на Россию не оставим. Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей, в первую очередь США, во вторую Канаду и Британию, относительно якобы имевшей место хакерской атаки с целью получения западных разработок вакцины от коронавируса. Как, в общем-то, российской стороной неоднократно уже подчеркивалось, никаких связей российских государственных структур вот с этими обвинениями или никакой связи, никакого отношения это не имеет, никогда этого не было и быть не может. В реальности, в общем, давно успешно взаимодействуем по животрепещению для всего человечества проблематики со многими странами мира, включая, кстати, и упомянутые, пытаться играть на столь чувствительной теме просто недостойно и кощунственно. Совершенно непонятно, зачем вновь раскручивается антироссийская истерика вокруг всем уже надоевшего хакерского сюжета. Это просто все нелепо. Это какая-то очередная русофобская атака. Но еще раз говорю, мы сегодня поговорим о многих из них, это не единственное. Просто хотели бы порекомендовать Национальному центру кибербезопасности Британии, который, собственно, этот фейк столь усиленно продвигает, в следующий раз опираться на информацию, подкрепленную конкретными и неопровержимыми доказательствами, а не кричать на весь мир о вероятности в 95%. Мы уже highly likely прошли, был уже новый термин почти точно, теперь, видимо, новая наработка – вероятность 95%. Наберете 100 – приходите. Еще одно, еще один акт странной внешней политики Соединенных Штатов Америки, но действительно странный. Мы обратили внимание на заявление госсекретаря США Ксмэн Пампео от 15 июля о запрете въезда на американскую территорию высокопоставленным сотрудникам всем известного IT-гиганта Huawei, а также целого ряда контрагентов компании. Если бы все это, все эти материалы, все эти данные сопоставить с озабоченностью американской стороны в отношении действий того же самого Китая в киберсреде, ну, например, десятилетней давности, никто бы в это не поверил. Но мне кажется, неплохая работа была бы для наших китайских партнеров. Что там Госдеп говорил про американские IT-гиганты и их работу на территории Китая? Вспомните. Сделайте сопоставительную таблицу, будет интересно. Так вот, их обвиняют в совершенно нелепых вещах, я имею в виду китайские компании, не имеющие ничего общего с коммерческой деятельностью, таких как, например, содействие осуществлению цензуры, преследование диссидентов, установление тотального контроля над гражданами, незаконный сбор их персональных данных и так далее. Вот складывается впечатление, что Вашингтон всеми силами пытается задействовать нерыночные, экстерриториальные методы вытеснения сильного конкурента в высокотехнологичной сфере, и для этого прибегает к заведомо запрещенным приемам. А это запрещенные приемы. Причем они запрещенные самими Соединёнными Штатами Америки. Еще раз вспомните, что говорил Вашингтон лет 10 назад, продвигая свои IT-технологии по всему миру. Настойчиво старается целый блок американских политиков обвинить, агрессивно наступать на тех, кто подрывает былую американскую монополию на растущем мировом рынке информационных технологий и коммуникации пятого поколения. К финансовым санкциям теперь уже добавляются разнообразные визовые ограничения на основе избирательного применения американскими властями собственного же закона об миграции и гражданстве в отношении иностранных граждан, которые просто неугодны по тем или иным причинам. И, конечно, не может не вызывать, к сожалению, опасный курс Вашингтона на жесткое вытеснение высокотехнологичных компаний и конкурентов с международных рынков. Это вообще что такое? Тем более в текущих весьма непростых условиях пандемии коронавируса, когда сотни тысяч людей теряют свои рабочие места, а, в общем-то, именно IT-технологии пришли на помощь миру, планете, людям в эти сложные времена, когда многие вынуждены были оставаться месяцами дома и не имеют возможности коммуникации, несмотря на то, что семьи, близкие люди, родственники разбросаны по всему миру. Подобные безответственные действия явно не способствуют выходу из разразившегося в мире, в том числе, экономического кризиса. Ну, кстати говоря, в этом же русле, а именно в русле политики сдерживания с санкцией, агрессивного давления лежит и заявление США с требованием Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне. Такое складывается впечатление, что если страна отстаивает свои национальные интересы, развивает свою экономику и делает это все законным путем, не прогибается под неправовые действия Соединенных Штатов Америки, то тут же включаются какие-то, видимо, уже автоматические механизмы, а именно угрозы, санкции, запугивания, стоп-листы, в том числе аресты, аресты недвижимости, аресты людей и так далее, и так далее, закрытие посольств и консульств. Мы видим это не первый раз, мы видим это на протяжении уже нескольких лет, мы видим это при разных администрациях. Это же все прямо противоречит тем ценностям, которые Вашингтон много лет внедрял в мировое сознание. И это еще не все. Хотела бы сказать несколько слов о докладе комиссии по неотчуждаемым правам при Госдепартаменте США. Мы внимательно ознакомились с подготовленным комиссией по неотчуждаемым правам при Госдепи доклада. Отмечаем достаточно самокритичный характер заявленной цели данного исследования. Может ли Вашингтон по-прежнему претендовать на роль мирового лидера в продвижении право-человеческой повестки дня в третьих странах. Зачем Вам исследования? Зачем Вам доклады? Спросите нас. Мы бы Вам сказали коротко и ясно. Такая постановка вопроса кажется нам, в общем-то, как никогда смелой, решительной на фоне непрекращающихся в стране волнений и многочисленных протестных проявлений после убийства в Миннеаполисе сотрудниками правоохранительных органов Джорджа Флойда. К сожалению, приходится констатировать, что 60-страничные итоги работы комиссии не содержат и намека на анализ существующих в США проблем в правозащитной сфере. Но нет там проблем, исходя из этого доклада. Хотя видео того, что там происходит, есть, а проблем в докладе нет. При этом сам доклад и его итоги представляют собой яркий пример неприкрытой пропаганды американской исключительности в вопросах формирования и продвижения собственного, соответственно, правильного, может, к этому привыкли, видения концепции прав человека. По сути, комиссия пришла к интересному очень выводу о том, что без американцев основные свободы и права не получили бы такого развития, как не была бы создана и организации объединенных наций с правозащитными механизмами. Ну, знаете, такое заключение выглядит по меньшей мере странным на фоне очень вялого, мягко говоря, участия Вашингтона в международных правозащитных инструментах. Из девяти, подчеркиваю, из девяти основных договоров по правам человека всего в трёх, да и то с широким кругом оговорок участвует Соединённые Штаты Америки. Вот, например, в отличие от России, Вашингтон не позволяет своим гражданам обращаться в договорные органы с жалобами на нарушение их прав. Тоже очень либерально и демократично. Нелогично выглядит и демонтированная, наверное, лучше сказать даже не столько демонтированная, сколько осуществлённая через бойкот мировыми лидерами в область прав человека работы основного органа ООН на данном направлении, тот самый Совет ООН по правам человека, о котором сегодня говорили. Это действительно бойкот, хотя я думаю, что и демонтаж тоже был бы, исходя из заявлений американской стороны, вполне для них приемлемым решением. Не лишним было бы, конечно, разобраться со сделанной США постоянным членом Совета безопасности ООН, который несёт особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, оговоркой к статье 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, запрещающий всякую пропаганду войны. Вы знаете, много вопросов, в том числе чисто правового характера, вызывает изложенная в докладе линия Вашингтона на выстраивание иерархии среди прав и свобод человека. История человечества нам преподала достаточно, на мой взгляд, уроков в данном вопросе, чтобы не было соблазна вновь рассуждать о том, что первично, что вторично. Хотелось бы напомнить американским коллегам, что международное право уже давно и чётко зафиксировало универсальность, неделимость и взаимозависимость, а также и взаимосвязанность всех прав человека. Такое бесцеремонное игнорирование и пренебрежение основами международного права, особенно на фоне сохраняющихся широкомасштабных системных нарушений прав человека в самих США и несоблюдение их в отношении иных стран или граждан иных стран. Лишает Вашингтон морального права выдвигать какие-либо претензии к правительствам третьих стран. В этой связи хотели бы рекомендовать нашим американским партнёрам заняться решением реальных проблем у себя дома. Мы в последнее время часто об этом говорим. В том числе существует насущная проблема расовой дискриминации. Все эти проблемы стали объектом внимания таких международных органов, как Советован по правам человека. И, кстати, он провёл у нас ещё специальное заседание, принял отдельную резолюцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова